Обещали и не выполнили. Так жители дома 151 по улице Дагумской говорят о водоканале. Все заверения о том, что за второе полугодие 2012 года плата за воду жильцов, чьи дома попали в зону подтопления, взыматься не будет, остались лишь обещаниями. Во исполнении губернатора Кубани Качева Александра Николаевича с 7 июля по 30 октября платежи жителей, попавших в зону затопления, взыматься не будут. Платежи, которые выставлены жителям города Крымска, попавшим в зону подтопления, за указанный период будут аннулированы и будет произведен пересчет в счет будущих периодов. Мы приносим свои извинения за случившую ситуацию. Как говорит Николай Липский, он платил за воду и за июль, и за август. Хотя на основании распоряжения губернатора Кубани с подтопленцев плата взыматься не должна. В водоканале Липского заверили, что деньги ему вернут в счет следующего периода. И гарантировали, что до конца года не будут беспокоить абонента. Да вот незадача, сказка так красиво сказывается, а вот на деле. В разрез с постановления главы края водосбытия ему выдали квитанцию, в которой значились суммы за предыдущий квартал. То есть за период ЧАЭС пожилому человеку объяснили, обещанные бюджетные деньги перечислены не были. А потому по своим долгам, мол, платите сами. Прихожу я, значит, сказала, что придете в феврале месяце 2013 года, мы сделаем вам перерасчет. Перерасчет. Я пришел к ней, я говорю, перерасчет. Перерасчета не будет, так как мэрия должна перечислить им деньги за эту воду, за потребление этой воды, значит, должна перечислить им деньги. Мэрия деньги не перечислила. В связи с этим, в связи с этим перерасчета не будет. Любовь Горб, соседка по лестничной клетке, сетует. Здоровье не то, чтобы ходить, водоканалу правду доказывать. Да и платила за все месяцы подряд. И что совсем неудивительно, водоканал плату за бесплатные месяцы возвращать не собирается. Ровно как и производить перерасчет. Все время плачу, плачу полную стоимость. И до сих пор плачу. У всех соседей теперь первая тема обсуждений. Одни думают, как долги водоканалу возвращать, а другие, как свои кровные выбить. Последний раз мы платили в ноябре, и нам сказали, что не платить до марта. А потом сказали, что все, платить. И мы ходили, долги платили. Сказали, что платить. Я говорю, а почему платить? Потому что нам перечисления не было. Переживания, слезы, а ведь многие из них – люди пожилые да инвалиды. А те, кто помоложе, да каждый день на работе и вовсе времени нет ходить по инстанциям. Обещаниям верили и даже не думали, что ежемесячно долг растет. С вопросом, почему жители домов, попавших в зону подтопления, несмотря на все заверения, все же должны платить за воду, мы обратились к сотрудникам водоканала. Мы оплату не взимаем. Если человек не оплачивает, мы его настаиваем. Поэтому июля, август, сентябрь, октябрь мы оплату не взимаем. С 1 ноября мы оплату взимаем за эти месяцы. Как говорится, дело ясное, что дело темное. Эту проблему мы адресуем городской власти и депутатам. Надеемся, она будет услышана. И с оплатой за воду, израсходованной в период наводнения, чиновники наведут порядок. Александра Куценко, Юлия Алберова, Владимир Попов, Новости 24 Крымск.